Конечно, высказали опасение и настороженность тем, что Зеленский не всегда может быть не способен до конца идти в своих взятых на себя обязательствах. Есть ли какой-то план Б по Минским соглашениям? Знаете, плана Б быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться. И если уж быть конкретным, то форма Штайнмайера — это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Потому что изначальный текст предполагал сначала закон об особом статусе и фиксации этого статуса в Конституции, а потом проведение выборов. Ну, вещь естественная, поскольку когда человек идет к избирательным участкам за кого-то голосовать, он хочет знать, какими конкретно полномочиями этот кандидат будет обладать, если его выберут. А когда обсуждалась необходимость выполнить эту последовательность, Петр Порошенко на нормандском формате сказал, «Вы знаете, нет, я не могу предоставить особый статус, потому что откуда я знаю, кого там они выберут?» Понимаете, это уже такой подход абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный и, главное, антиправовой. И тогда Штайнмайер, Франк Вальтер, будучи министром иностранных дел, предложил вот эту компромиссную формулу. То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, в день голосования, когда участки закроются, а на постоянной основе, когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном доплате, что выборы были честными и справедливыми. То есть, понимаете, это уже компромисс, это уже уступка. Поэтому никаких отходов от базовых принципов Нинских соглашений, включая амнистию, включая особый статус, закрепленный в Конституции, и включая разведение сил и средств, конечно же, включая возобновление полностью экономических связей, снятие блокады, которые полностью противоречивали Минским соглашениям, это все остается неизменным, и без этого ничего не получится. Нормандская встреча еще возможна? И в какие сроки? Это решать президентом. Спасибо большое.